Традиционно с наступлением нового года в России вступают в силу новые законы, а наиболее важных из них в нашем обзоре. В 2018 году в России пересчитают прожиточный минимум. Минимальный размер оплаты труда составит около 9,5 тысяч рублей. Это означает повышение зарплат и связанных с ними выплат для многих россиян. С 1 января работникам бюджетной сферы повышаются должностные оклады на 4%. Это первое повышение окладов бюджетников за последние 5 лет. С нового года увеличиваются и социальные пенсии. Инвалиды с детства первой группы и дети-инвалиды будут получать 12 082 рубля 6 копеек. Ранее сумма составляла 8 704 рубля. А инвалиды третьей группы получат 4 279 рублей 14 копеек вместо 3082 рублей 71 копейки. Начался прием заявлений от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты и средствам от капитала. Выплату дадут только тем семьям, в которых второй ребенок родился или будет усыновлен после 1 января 2018 года. То есть мама будет подавать сразу два заявления на получение сертификата и установление выплаты. С 1 января ряд госуслуг должны оказывать экстерриториально, то есть в любом многофункциональном центре, независимо от вашего места жительства. Это в частности получение паспорта, водительских прав, регистрация автомобиля и тому подобное. Оформить налоговые льготы с этого года станет проще. Нужные сведения налоговая будет запрашивать сама. Кроме того, пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога на дачные участки площадью не более 6 соток. И еще один подарок от государства – списание долгов по некоторым налогам и страховым взносам для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.